Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии пятницы в заключительном дне этой недели. Мы традиционно разбираем ключевые фундаментальные события и смотрим, как эти события повлияли на динамику тех торговых активов, которые составляют основу нашей спекулятивной торговой деятельности. Впереди выходные. Я думаю, что настроение у вас в связи с этим очень хорошее. Друзья, хорошо их проведите. В понедельник я вас снова жду. У нас традиционно две встречи. Это и на брифинге, и на вебинаре «Правильный понедельник». Точно будет о чем поговорить, тем более, что мы, как и все, продолжаем следить за тем, как мировая экономика выбирается из ямы, в которой оказалось следствие пандемии. Ну что, давайте теперь детально по основным активам. Начнем с рынка нефти 34,94. Это те котировки, которые мы видим сейчас, соответственно, с локальных максимумов. Вчерашнего дня можно сказать, что рынок снижается, и снижается довольно лихо. В частности, 36,48 – это, если брать по хаю, лоу сегодняшнего дня уже был на отметке 33,89. И, соответственно, если перевести в проценты это снижение, то около 7%. Друзья, согласитесь, это много. В идеале бы, конечно же, если бы рынок нефти начал корректироваться до того, как мы вышли из расположения энергетической секции. Но ни в коем случае не нужно расстраиваться. Друзья, если вы также, как и я, до последнего сидели в длинных позициях, у нас будут еще хорошие уровни для перезахода. Мы это сделаем на более низких ценовых значениях. Я думаю, что котировки брендов все-таки сохранят потенциал для того, чтобы просесть еще сильнее. На чем, собственно, распродажи последовали? Я надеюсь, что этот вопрос у тех из вас, кто старается видеть больше, чем есть на самом деле, этот вопрос не так уж и актуален для вас, потому что вы понимаете и знаете, как и я, что все те проблемы, о которых ранее говорилось для мировой экономики и, соответственно, для спроса на углеводород, они никуда не делятся. Но если попробовать увязать все-таки с локальным фундаментальным фоном, то вчерашнее, точнее, сегодняшнее снижение, оно может быть следствием роста торговой напряженности в отношениях между США и Китаем, после того, как США сообщили о том, что они ведут новые пошлины, если Китай установит национальные законы по безопасности Гонконга в ответ на те протесты, которые там были год назад. И мы видим, как активно еще критикуют Китай из-за пандемии. Я не знаю, к чему это приведет, но многие трейдеры допускают, что мы вернемся к новому витку торговой войны и это еще больше омрачить перспективу мирового экономического восстановления. Я сейчас не хочу распыляться на эту тему. Думаю, что через какое-то время она станет для нас центральной и еще даже надоест, но это будет спустя какое-то время. Еще одна причина, почему рынок нефти скорректировался, это закрытие фиксации, опять же, затяжных лонгов, на которых удалось прокатиться покупателям с минимальных уровней. Только за этот месяц восстановление превысило 40%. Но это, конечно же, круто. Мы с вами не раз говорили, что после того кризиса, в котором оказалась мировая экономика, восстановление не может быть буквой В. Скорее всего, это будет W и это значит то, что не минуем минимум еще один спад. На этой ноте я предлагаю нефтянку оставить. Мы ждем снижения в район поближе к 30 долларам за баррель. Оттуда уже будем принимать решение, как действовать дальше. Американская валюта. Здесь нужно рассмотреть в плоскости двух инструментов. Во-первых, это индекс доллара, который держится на тех же самых значениях. 99,5 ничто его пока не может раскачать. Я надеюсь, что ситуация изменится. Но пока, друзья, есть то, что есть. Заявки на пособие по безработице, которые вышли вчера, еще раз показали нам тот факт, что не просто так Джером Паул переживает за вообще сектор рынка труда американской экономики. Потому что динамика прироста заявок, она хоть и сократилась, тем не менее, все равно является ужасающей. 2,4 миллиона обращений – это очень много. Поэтому нам остается лишь вспомнить о том, что даже Паул допускает рост безработницы в американской экономике примерно до 25%. Я пока что сохраняю свой личный интерес к доллару как защите. Мы видим то, что индекс американской валюты довольно вялый инструмент, поэтому он не сопряжен с каким-то, риском значительного обвала и, соответственно, риском для длинных позиций. Я думаю, что эта сделка покупки индекса доллара, она принесет очень хорошие плоды. Тем более, не забывайте, что по этому активу, по этому трейду вам не угрожают свапы. То есть, можно открывать позицию и ждать. Доллар иена. Мы очень ждали, что сегодня на экстренном заседании японский регулятор анонсирует какие-то новые меры поддержки экономики, либо снижение процентной ставки, либо увеличение программы количественного смягчения. Но ни первого, ни второго не случилось. Непонятно даже, в чем была необходимость тогда проводить экстренное заседание. Единственное, что было принято по факту каких-то решений, это задействование и введение дополнительной программы кредитования в ответ на последствия пандемии объемом 75 триллионов иен. Можно ли это трактовать как новая мера стимулирования монетарного? Ну, с какой-то стороны можно. Поэтому я все-таки, друзья, предлагаю пока что длинную позицию по доллару и иене поддержать, потому что у нас действительно есть не такой контраст, который мы хотели бы увидеть, но контрастик, скажем так, того, что ФРС пока что в ожидательной позиции, а Банк Японии сделал хоть что-то, чтобы дополнительно помочь экономике. Поэтому 107,44 – это текущий курс, ждем там в районе 108,5 пару. Золото 1726, я в длинных позициях с отметки 1720, друзья. В одной из статей, опять же, которые мы опубликовали на этой неделе на нашем сайте, там была информация о том, как лучше действовать и почему по золоту. Мы дождались коррекции. Те, кто не хочет заходить, скажем, на полпути, а хочет получить максимум потенциального роста после снижения, ну, вам, друзья, тогда можно подождать отметку 1700. Уж не знаю, будет она или нет, но эта сделка априори будет интереснее, потому что даже в случае возвращения к отметке 1750 вы получите больше. Сити прогнозирует золото на отметке 2000 долларов за тройскую унцию, но здесь одна оговорка. Не в этом году, а позже. Я разделяю позицию того, что золото будет расти и могу даже предположить, что 2000 мы увидим даже до конца этого года. Евро против доллара после теста отметки 1,10. Как и ожидалось, европейская валюта скорректировалась. 1,0928 сейчас. Вчера первая реакция на индексы производственной активности – это рост евро, потому что статистика оказалась лучше, чем месяц назад. Однако, друзья, индексы производственной активности и Германии, и еврозоны остаются ниже 50. Это водораздел уровень, который отличает восстановление сектора от стагнации и спада. Учитывая то, что промышленность стагнирует, мы делаем вывод о том, что во втором квартале экономика еврозоны столкнется с самым серьезным экономическим спадом. Я думаю, что по скромным оценкам он составит 10%. Да, страны ЕС начинают постепенно смягчать меры карантина, но многие меры социального дистанцирования, они все еще действуют и будут действовать в длительный период времени. То есть европейская экономика будет восстанавливаться не так быстро, как снижалась. Бэнков Америка прогнозирует евро-доллар на отметке 1,02 с учетом всех тех рисков, которые мы неоднократно проговаривали. Я рекомендую пока что держать сел до уровня 1,07. Фунт против доллара понемногу снижается 1,2210. Сегодня у нас еще один козырь. Статистика по уроничным продажам буквально в 9.00 по московскому времени. Она выйдет совсем скоро. Ожидания слабы. Я надеюсь, что и на этой статистике фунт немного. Раскачаем и отправим еще поближе к уровню 1,21. Доллар канадец 1,40. Спасибо большое нефти. Сегодня еще в 15.30 также уроничные продажи. Ждем поддержки для длинной позиции по паре. Я надеюсь, что если нефтянка не скорректируется вверх и не вернется к локальным максимумам, у нас снова будут ожидания роста дальнейшего по этой паре. И будем цепляться за целевые ориентиры на уровне 1,42 и выше. Я австралиец против доллара. Друзья, здесь снижаемся. Запрыгнуть в короткую позицию еще не поздно, поэтому рекомендую к этой сделке также присоединиться. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.